Самые опасные зоны водоемов расположены у береговой линии, в местах скопления снега, у зарослей камыша или тростника, в местах, где бьют ключи, впадают ручьи и реки, а также у стоков заводов и ферм. Памятки именно с такой информацией 13 февраля раздавали представители МЧС совместно с работниками Следственного управления Рязанской области. Рыбаков они встретили в районе села Шумыш. Силовики пообщались с каждым из них и удостоверились, что рязанцы часто думают не только о своей безопасности, но и о жизни окружающих. Некоторым из них уже приходилось спасать других рыбаков. Можно же подать, можно и бур подать, можно же отстегнуть ремень. Я в том году одному подавал и чуть вместе с ним не ушел. Хорошо, может быть, с песней подошел. У вас уже были случаи? У меня, у меня, у меня, на ваши глаза. Утонул, сделать ничего не может. А наши следователи только вот за ноябрь-декабрь выезжали на 4 трупа рыбаков. Ну, мой дух не дам, похоронил месяц назад. Тоже утонул? Да, на Ваечном, может быть, слышал. Вот на Ваечном, про него как раз мы и рассказывали. Еще до Нового года стало известно о 4 погибших рыбаках. В Новом году трагедии не было. Так, в конце ноября прошлого года на озере Развань, что близ села Казарь, погиб рыбак, который по тонкому льду пошел проверять свои сети. Несчастный случай произошел на глазах очевидцев. По данному факту было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку следователи не установили криминального характера смерти рыбака. 14 декабря погиб рыбак на озере Овощное, что около села Аликаново. Мужчина смог выбраться из полыньи, однако замерз на берегу. Поэтому по данному факту также работали следователи Следственного комитета и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе рейда было выявлено, что не у всех рыбаков при себе имелись необходимые средства спасения, а некоторые пренебрегали их использованием. У этого рязанца с собой оказались самодельные спасалки. Они должны всегда располагаться на шее рыбака, поскольку при попадании в воду вытащить их из рыболовного ящика будет невозможно. Это спасалки называются, когда проваливается. Лед же гладкий и зацепиться не за что. То есть это одевается вот так, и вот так у них это все находится. Если вдруг, то берется в руки и вот так вот втыкая в лед, можно выбраться, это безболезненно хотя бы. У многих рыбаков отсутствовала веревка для спасения других людей. Поэтому представители силовых структур еще раз напоминают рязанцам о необходимости соблюдения правил нахождения на водоемах в зимний период. И если рыбаки знают о том, что толщина льда должна быть больше 7 сантиметров, то дети зачастую оказываются на льду, не задумываясь о последствиях. Чаще всего они попадают на водоем из-за недобросовестного присмотра родителей. В холодное время года резко возрастает риск несчастных случаев и гибели граждан, в том числе несовершеннолетних, которые связаны с опасностью выхода на лед. Дети играют зачастую на замерзающей поверхности водоемов, а рыбаки увлекаются зимней ловлей. Установившаяся в центральной части России аномально теплая погода не позволяет в эту зиму льду окрепнуть. И, к сожалению, есть печальная статистика несчастных случаев. Лед в этом году в связи с аномальной теплой погодой не во всех водоемах окрепший. На реке Ака в районе города лед встал только в прошедшие выходные. Поэтому рекомендуем рыбакам не торопиться с выходом на еще не окрепший лед, потому что снег у нас выпадает. Как все знают, при снежном покрове на льду лед перестает намерзать, он получается как бы под одеялом. Сотрудники МЧС каждый выходной проводят подобные рейды. Кроме того, профилактические уроки проходят в школах. Детям также стараются донести об опасностях, которые таит в себе ледяной покров. Стоит сказать, что этой зимой самый неокрепший лед можно встретить на реках, поскольку течение является помехой для замерзания, тем более в теплый период. Более безопасными являются водоемы со стоячей водой.